Александр Ильин в ночь субботы на воскресенье находился в лесах Тарского района. Как охотинспектор он объезжал территорию, проверял неорудовь в угодьях браконьеры. От жителей села Кольтюгина поступило сообщение, что поблизости не раз видели нарушителей. Возле одной из охотничьих стоянок 53-летний мужчина и получил смертельное ранение. В него выстрелили с расстояния 300 метров из сайги. Пуля попала в плечо. Изначально была версия, что виновник трагедии 30-летний Сергей Бутериус, сын известного омского оружейника. Однако сегодня на допросе сам Валерий Бутериус признался, что роковый выстрел принадлежит ему. Это подтверждает и баллистическая экспертиза. Следователям Валерий Бутериус рассказал, что в темноте показалось, будто по лесу бежит дикий кабан. Но мишенью оказался человек. Александр Ильин скончался по пути в больницу. Один из прежних охотников перепутал человека с животным. То есть подумал, что вдалеке появился кабан, выстрел. Однако, как позже было установлено, что попал в человека. В настоящее время проводятся все необходимые следственные оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного поступления. Александр Ильин всю жизнь проработал в Таре. Но его хорошо знали не только в этом районе, а по всему региону. Охотинспектором он прослужил почти 10 лет. Его запомнили как профессионала, исполнительного, честного, отзывчивого и справедливого. Это замечательно, открытый человек. Добрый, улыбчивый. Первоклассный специалист. Профессиональный инспектор. Все свои дела знал, очень сильно любил. Никогда претензий к нему не было. И добросовестный, аккуратный, исполнительный. Трагически ушел. На похороны охоты инспектора приехали сослуживцы со всей области. Соболезнования родным выразило региональное министерство природных ресурсов и экологиумской области. В телеграмме сказано, что уход Александра Ильина – большая потеря для всего региона. Из жизни ушел профессионал своего дела. Между тем расследование продолжается. Специалистам предстоит провести еще ряд экспертиз. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Виновнику грозит от двух до пяти лет лишения свободы.